И мы воздаём Тебе всю славу и всю честь, потому что Ты един достоин. И действительно нет ни на небе, ни на земле достойнейшие Тебя, Господи. Всё Тебе, всё от Тебя и всё Тобой. И мы простираемся сегодня нашими сердцами, телами, нашими душами к Тебе. Прикоснись сегодня к церкви своей, прикоснись к каждому человеку, который на этом месте. Измени что-то внутри, преобрази нас в образ Твое подобие. Дай нам сегодня слышать Слово Твое, которое станет фундаментом для нашей жизни. И позволит нам жизнь строить так, чтобы когда пришли трудности и проблемы, мы смогли устоять, Господь. Во имя Иисуса мы вверяем себя в Твои святые руки и верим, что это самое безопасное, самое лучшее место, потому что Ты отец, Ты любящий Бог, Ты возлюбил нас любовью вечной и сказал, что не оставишь и не покинешь нас. Ты держишь нас за правую руку, Ты ведёшь нас по этой жизни, потому что Ты самый лучший отец. Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Иисус, Слава Тебе, Дух Святой. Слава, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Ты прославлен, Ты достоин, Ты великий. Воздайте шум ему, воздай шум ему, воздайте шум ему церковь, дайте ему достойных аплодисментов. Слава Тебе, 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 Слава Т Славы, славы, всемогущий и велик. Кто нас творит, кто самится с тобою, царя, и велик. Аллилуйя! Поздайте славу! Аминь! 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 И все верующие воскликнули Аллилуйя! Спасибо вам, дорогие мои, прославления наши. Я так соскучился по вам. Рад видеть вас. Вы молодцы. Ну, здравствуй, церковь! Мы вернулись. Аллилуйя! Здравствуйте, драгоценные братья и сестры. Присаживайтесь в любви Божьей. И сегодня не хотелось бы даже проповедовать, а хотелось бы просто поставить стульчик и сказать, ну, как вы здесь жили? Хорошо, видите, я надеялся, что немного скучали. Мы по вам скучали, драгоценные. Очень скучали. И, знаете, всегда не устаю говорить, что у нас самая прекрасная церковь. Это так. И хочу сказать огромное спасибо всем людям, которые здесь служили. Знаете, мы приехали, я пообщался с людьми, пришел в церковь, прихожу первый день, но узнал новости. Жена спрашивает, ну как? Я говорю, знаешь, такое ощущение, что мы зря вернулись. А вот все работало, все служили, все знали, что нужно делать. И для меня это самый лучший похвала, когда церковь может существовать без пастора, когда тело, оно живет, каждый знает, что нужно делать. И я хочу выразить вам огромную благодарность, особенно служителям, особенно тем, которые занимались служениями, тем, которые молились за нас. Мы много служили. Я был и на конференциях, и в других церквях, и видел, как Бог двигался, и с чудесами, и знамениями, и пророчества, и все было в служении. Но большая часть, и большая заслуга, и большая заслуга всего этого, это ваша молитва, церковь. Это не я, я сосут, а вот ваша молитва. Потому что вы молились, я знаю, что молились здесь. И Бог, Он так чудно созидал наш отпуск. Мы столько много путешествовали. Жена уже в конце говорит, я устала разбирать и собирать чемоданы. Мы куда-то все едем, едем, едем. Давай уже вернемся домой. Я говорю, слава Богу, давай вернемся. Мы вернулись. Не планировали, но вернулись. Слава Господу. И знаете, я стою сегодня на поклонение, на прославление, и мне так приятно находиться среди вас. Потому что вот где мы не были, я не знаю, пускай меня другие осудят, но я смотрел и стоял, думаю, лучше нашего прославления нет. Они классные, но не дотягивают. Красивее наших людей нет. Ни в Нижнем Новгороде, ни в Петербурге, ни в Испании, где мы были, нигде нет. Слушай, Бог, за что ты дал нам такую честь и привилегию? Пребывать среди этих прекрасных людей, служить вместе с ними. Это такая прекрасная церковь, это такие одаренные, великолепные люди. И мы сегодня вместе с ними служим тебе, Господь. Мы самые счастливые люди на свете. Вы сейчас услышали правду, я нисколько не преувеличил. Это так и есть. Для моего сердца это так. И я стою, поклоняюсь Господу вместе с вами и понимаю, что я самый счастливый человек на земле. У меня есть прекрасная семья. У меня есть вы. И самое главное, что вы в этом теле знаете свое место и служите теми дарами, которыми Бог вложил вам. И если кто-то не служит, я убежден, что на следующий год он будет служить, потому что мы его попросим. Слава Господу! Аллилуйя! Я, конечно, извиняюсь, что я сегодня не в красных штанах. Что-то поменялось, я не успел просто. На этой земле надо в красных штанах. Я по классике оделся, думал, ну как бы так вот. Ну ничего, я исправлюсь, друзья. Все нормально будет, все хорошо. Потому что сказали, что на этой земле я не поеду в эту землю, если нет красных штанов. Я задумался. Толкаю жену в Бога, говорю, у меня красные штаны есть, я в цветах не очень разбираюсь. Она говорит, нет, ну приобретем. Все хорошо. Слава Богу! Давайте воздадим Господу хвалу. И с вашего позволения я попроповедую немножко, сейчас чуть попозже. Хочу сказать спасибо за отзывы, которые вы пишете. Я видел, как Максим вас заставлял писать эти отзывы. Но на самом деле они ценные для нас, потому что, во-первых, мы видим, кто чем живет в церкви. И видим, кто командир в церкви, а кто просто послушный. Это здорово. Советы ваши видим. Ну, люди советуют. И некоторые из них очень ценные. И мы, естественно, берем их на заметку и будем что-то с этим делать. Поэтому пишите свои отзывы. Это важно. Мы даем возможность вам высказывать. Каждый из них он прочитывается. Всю критику мы воспринимаем. И слава Богу за то, что вы критикуете. Слава Богу за анонимность, которая позволяет нам критиковать. Иногда в глаза не скажешь, но анонимно можно покритиковать. Поэтому критикуйте нормально. Это здорово, это классно. Мы видим иногда здравую критику. И мы хотим, чтобы наше собрание, наше служение, наша церковь, она стала еще лучше. И мы еще больше угождали Господу. Не людям, Богу в первую очередь. И мы хотим повышать наш уровень. Я хочу всех нас поздравить с великим приобретением. Наконец-то совершилось. Мы приобрели вот это помещение, друзья. Оно теперь в нашей собственности. Да. И я думаю, что это только первый шаг. И нам теперь нужны большие, огромные пожертвования. Потому что часть финансов мы взяли взаймы, скажем так, и нам надо за них расплачиваться. Поэтому, друзья мои, работайте больше. Жертвуйте щедрее. И мы должны рассчитаться с нашими долгами, чтобы у нас их не было. И пойти дальше. Потому что это только начало. Я верю, что Бог приготовил для нас удивительно больше. Удивительно лучше. Правда? Аминь. Особенно пастора сказали. И там тоже будут церкви. Слава Богу. Свои здания и помещения. Но не это главное. Знаете, я путешествовал, я видел, есть свои здания, а там пусто. А там пусто. Давайте сделаем так, чтобы здесь всегда был Бог. Чтобы не здание украшает, а Бог, живущий в этом здании. Огонь, чтобы горел здесь, на жертвеннике, всегда, и никогда не угасал. И для этого нам надо трудиться с вами духовно очень много. Слава Господу за это. Аминь. И хотел бы сегодня попроповедовать на тему, которая называется «Господи, открой наши глаза». Господи, открой наши глаза. И прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы, чтобы мы вместе посмотрели небольшой ролик. Я знаю, что вы любите смотреть ролики. Сегодня вообще люди любят все смотреть. И давайте, внимание на экран, мы посмотрим такой ролик. Это как предисловие к моей проповеди. И потом я буду проповедовать. Сейчас мы там. Да, вот показывают мне. Давайте, говори, говори, говорит пастор. Хорошо, давайте мы поприветствуем всех, кто смотрит нас в социальных сетях. Да, хорошо. которого никогда не видели. Живете с ним бок о бок и понятия не имейте, как он выглядит. А что у вас родился ребенок и вы не знаете, на кого он похож? Все это реальность людей, страдающих слепотой. Представляю вам удивительную историю Джина Пурди. Начнем. Джин Пурди, американец из Денвера, штат Колорадо. Много лет он страдает слепотой. Когда ему было 15 лет, врачи поставили неутешительный диагноз – болезнь Штаргарта. Это генетическое заболевание, которое выражается в резком стремительном снижении зрения, вплоть до полной потери зрения. В 16 лет Джин жил с этим редким недугом, при котором все, что он мог видеть – это лишь неясное очертание предметов. Жизнь с инвалидностью – это вызов. Тем не менее, несмотря на все трудности, мужчина не унывал и старался приспособиться к обстоятельствам. Однажды он встретил свою возлюбленную Джой. Джин позвал меня на свидание, и я пришла. Но когда он появился, он просто прошел мимо. Я подумала тогда, что это какой-то прикол, и только потом узнала, что он на самом деле слепой. Вспоминала девушка. Пара поженилась, и у них родился сын Линкольн. Несмотря на свое состояние, Джин всегда оставался активным в семье. По словам жены, он даже был вдохновенным шеф-поваром. Хотя семье удалось адаптироваться к этой редкой генетической болезни, их жизнь круто изменилась, когда Джой увидела по телевизору шоу «Рэйчел Рэй». В гостях у ведущей была женщина, страдающая слепотой. Во время эфира впервые за 10 лет она смогла увидеть улыбку своей сестры. И все это благодаря инновационной канадской технологии специальным очкам «Эсайт». В них используется продвинутая высокоскоростная камера, которая записывает все происходящее перед пользователем и отправляет данные в пульт управления. В нем с помощью алгоритмов видео преобразуется и адаптируется к нуждам слабовидящего. Обработанный материал отправляется обратно в очки и отображается в линзах, которые на самом деле являются OLED-экранами. Процесс происходит очень быстро, поэтому можно сказать, что пользователь видит происходящее в режиме реального времени. В радости Джой не было границ. Она тут же позвонила на шоу, надеясь, что и им дадут такую уникальную возможность вернуть зрение Джину. Чудо произошло. Семью позвали в Нью-Йорк. Стоя уже в студии, жена Джина с нетерпением ждала, когда ее муж наденет эти волшебные очки, втайне переживая, что вдруг это все сон и технология не сработает. Наконец настал долгожданный момент. Мужчина одел очки и, повернувшись к жене, замер. Все затаили дыхание, переводя взгляды от Джина к экрану, на котором проецировалось то, что он видит. И вдруг он произнес «Ты так красива!» Джой больше не могла сдерживать слезы, не помня себя от счастья. А ее муж, как ребенок, с восторгом оглядывался вокруг, стараясь ничего не пропустить. После 16 лет размытых изображений, мир предстал перед ним во всей красе четкости и ярких красок. Из зала вышли родители Джина. Все были переполнены эмоциями. И тут ведущая шоу Рэйчел Рэй объявила, что канадская компания Airside дарит Пурде эти удивительные очки стоимостью в 15 тысяч долларов. Теперь у Джина есть возможность каждый день видеть свою жену и смотреть, как растет и меняется его сын. Видеть все вокруг себя и жить полной жизнью. То, что мы воспринимаем как должное, для многих людей – недостижимая мечта. Надеюсь, что такие истории помогут вам оценить то, что вы имеете, и понять, что вы действительно счастливый человек, обладающий даром видеть. Поделитесь этой историей с друзьями, чтобы и они смогли порадоваться за эту прекрасную пару. До скорых встреч! Сразу хочу сказать, я не стал распространителем этих очков. Не подумайте, это не реклама была. То некоторые подумают, пастор, наверное, в бизнес ударился и очки нам рекламирует. Нет, друзья, я хотел просто этим роликом показать, какая проблема может быть у людей, у которых ограничено зрение, физическое зрение. Представьте, что ела его семья, когда он готовил. И ели ли они вообще, зная, что у него слабое зрение. А как повезло ему самому, когда ему одели очки, и жена его оказалась красивой. А могло бы быть по-другому, мог бы сказать, слушайте, снимите быстрее мне эти очки. Я буду жить так, как я жил. А если бы он увидел, что его сын похож не на него, и он другого цвета. Очень большая проблема у людей, у которых ограничено зрение или вообще присутствует слепота. Они неясно представляют картину, картина размытая. Они смотрят на какие-то предметы, вещи и не видят их четкого очертания. Они не могут воспринять ясную картинку, их воображение начинает дорисовывать. И иногда оно дорисовывает не то, что есть на самом деле. Они не могут представить ясной картины мира. Это проблема. Но гораздо большая проблема, когда у человека отсутствует духовное зрение. Или когда у него духовная слепота. Он не может четко и ясно смотреть на этот мир и иметь четкое представление об этом мире и о самом себе. И я вам скажу сегодня, что основной причиной, друзья, это так, основной, причиной всех проблем человека является неправильный взгляд на вещи. Он не под правильным углом видит вещи, он неправильно их представляет себе. От этого его разум начинает дорисовывать, и от этого его мысли, они начинают двигаться не в том направлении. Я недавно разговаривал с одним человеком, который был не согласен со своим пастором. И мы с ним говорили, он мне говорит, да вот у нас все так, у нас вот эдак, вот эдак, вот так вот, а я думаю так, а вот надо так. Я ему говорю, задал простой вопрос, а ты подошел к пастору, сказал об этом? Он говорит, нет, я не сказал, но я знаю, что он уже ответит. Я говорю, подожди, откуда ты знаешь? Ты задавал ему вопрос, ты пришел к нему, говорил с ним, он тебе ответил, потом ты еще раз пришел, он еще раз ответил, и так шесть раз, и у тебя сложилось впечатление. Что он тебе скажет? Он говорит, нет, ни разу не ходил. Но его разум уже нарисовал картину, неправильный взгляд на вещи. И знаете, вот такие неправильные взгляды на вещи, они отравляют нашу жизнь, они не дают нам жить нормально. Мы даже иногда неправильно воспринимаем Бога. Да, мы его слышим, да, может быть, мы его видим в Священном Писании, но взгляд на вещи у нас неправильный. Сегодня очень часто можно встретить людей, имеющих неправильный взгляд на вещи, это не только неверующие люди. В этом живут сегодня и верующие люди. И можно видеть это сплошь и рядом, как у людей, которые ходят с Богом. У них сбит фокус, у них зрение духовное отсутствует. И такое впечатление, что им нужны такие очки волшебные, которые дадут им ясность взгляда. И знаете, что происходит? Такие люди смотрят на благословения, посреди которых они живут и не видят их. И поэтому не прославляют Господа, поэтому не воздают Ему должной хвалы. И наоборот, они видят проблемы, которых еще нет. И начинают ходить в страхе, и начинают роптать на эту жизнь. Мы с супругой много путешествовали. И последнее наше место пребывания было за границей. В Испанию мы ездили. И вы знаете, мы там увидели красоты, классно, здорово, отлично. Но когда мы въезжали в Сочи, мы благодарили Господа и говорили, Бог, в каком прекрасном месте мы живем. Наши глаза замыливаются иногда, и мы не видим этого. Я говорю, какая Испания? Посмотри, какое чудесное место на земле. Город Сочи. Город Сочи чудесное место. Церковь, в которой мы находимся. Какое чудесное место на земле. Но наш взгляд, он притупляется. Было неприятно, когда мы уехали, некоторые лидеры убежали из церкви, даже до свидания не сказали. Я им написал, я вас благословляю. Друзья, если вы хотите уйти, мы не держим никого. Мы не являемся правообладателем. Ну придите, скажите, до свидания. Дайте мне возможность извиниться перед вами, если я в чем-то виноват. Я всегда благословлю человека и отпущу, потому что мы не имеем на него никаких претензий. Мы не имеем никакого права на него. По старанию умирали за людей. Христос умер. И слава Богу, что вы доверили нам свою жизнь. И мы благодарны вам за это. Но если вы собрались уйти по каким-то причинам, придите, просто скажите. И было неприятно. А почему? Потому что у людей сбит фокус. Они неправильно видят вещи. И знаете, нам надо молиться с вами о том, чтобы Господь открыл наше зрение, чтобы Он дал нам правильно смотреть на вещи. Когда мы читаем послание к Ефесянам, Павел пишет там такие слова. Первая глава послания к Ефесянам. Он говорит, 17 стих, чтобы Бог Господа нашего, он говорит, я молюсь за то, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал Ефесянам духа премудрости и откровения к познанию Его. И дальше он говорит, и просветил очи сердца их, дабы они познали. Другими словами, открыл их глаза, чтобы они познали. И когда мы читаем послание к Ефесянам, особенно первую главу, Павел перечисляет целый список вещей, которые сделал Бог в отношении нас. Я вот выписал себе так мельком, это не полный список, но Павел говорит, Бог благословил нас всяким духовным благословением в небесах, избрал нас прежде создания мира, предопределил по своей воле к усыновлению себе, облагодатствовал нас благодатью своей, даровав ее в переизбытке, в переизбытке даровал нам благодать. И дальше он говорит, искупил нас своей кровью, простил нам наши грехи, открыл нам тайну своей воли, сделал нас своими наследниками, дал способность слышать слово истины, запечатлил нас святым духом, данным нам залог нашего наследия и так далее и тому подобному. А от нас всего лишь потребовал, друзья, быть святыми, непорочными перед ним в любви и служить так, чтобы он прославлялся. И когда ты читаешь, ты не всегда обращаешь внимание, что сделал Господь. Но когда Павел начинает главу, он целый перечень перечисляет того, что Бог сделал по отношению нас, как он нас одарил всем, что тебе необходимо. И это использовано в прошлом времени. В прошлом времени то, что он уже дал. Не даст за то, что ты заслужишь или будешь вести себя хорошо. А все уже это дал каждому человеку, которого он усыновил. Есть ли здесь сыновья и дочери Господа? Слава Богу! Вот это все принадлежит вам. А потом Павел говорит, но я молюсь за вас, ефесяне, чтобы у вас открылись глаза. Было такое ощущение, что ефесяне не видели всего этого. Они не видели той силы, той надежды, той благодати, в которой они находились. И Павел говорит, нужно, чтобы Бог просветлил ваши очи, и чтобы они, глаза ваши духовные, открылись, и вы увидели все это. Вот мы с вами, подобно ефесянам, ничего не изменилось за это время. Живем и не видим тех благословений, которыми Бог благословил щедро нас. Если бы мы видели, мы каждый день ходили бы в радости. Проблемы, трудности застилают наши глаза. Не дают нашим очам увидеть. И поэтому нам нужно, чтобы Бог открыл наши глаза. Но хочу здесь предупредить, что не только Бог открывает глаза. Дьявол тоже открывает глаза. И первое упоминание об открытых глазах мы находим в Бытие. Когда Ева, она вместе с Адамом вкусили запретный плод. И помните, там написано, давайте прочитаем это местописание, Бытие 3 глава, 6 стих. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Ходила, ходила, не видела, вдруг раз и увидела. Интересно. И жена ведь увидела, не муж. И что оно приятно для глаз и вожделенно. Потому что дает знания. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги. И шили смоковные листья и сделали себе обоисание. Посмотрите. До этого они смотрели друг на друга. И ничего не видели. Но когда вкусили запретного плода, вдруг сказано, открылись у них глаза. И написано, что не увидели. Опознали. Узнали. Знаете, у глаз духовных есть одна особенность. Они дают нам способность мыслить и познавать. То, что ты видишь, формирует то, как ты будешь мыслить. Понимаете? Вид, взгляд, вот внутренний взгляд или внешний взгляд, он формирует наши мысли. Мы сначала видим, а потом начинается мыслительный процесс. Или внутри мы видим какую-то картину, и у нас начинают развиваться в этом отношении мысли. Мы начинаем как бы познавать. Очи наши открыты. Они дают нам возможность к познанию. Так говорит Священное Писание, друзья мои. И вот они познали, что они наги. До этого не знали. Вдруг грех вошел в их жизнь, и они познали. Знаете, я хочу дать тебе отличие. Когда Бог открывает глаза, а когда дьявол открывает твои глаза. Чтобы ты понимал, сейчас твой взгляд, он открыт Богом, или сейчас твой взгляд открыт дьяволом. Если Бог тебе открывает глаза, то ты начинаешь взирать на Бога и видеть Его святость. И ты, когда видишь Его святость, ты видишь свою несостоятельность в этой святости. И чем больше ты смотришь на Бога, тем больше ты видишь, что Он свят. Помните в Откровениях, в 4 главе, богослов Иоанн, он увидел 4 животных, которые были пред престолом. И они, говорит, были исполнены очей. Спереди и сзади были их очи. И сказано, когда они взирали на Бога, то они говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф. И старцы вставали со своих престолов и клали венцы, и воздавали Ему славу и честь. Вот когда Бог открыл наши глаза, мы видим все в Божьем свете. Понимаете, в Божьем свете. Мы видим так, как Бог смотрит на это. Как дьявол начинает открывать наши глаза. Мы начинаем видеть свое совершенство и других недостатки. О, Олег-то наг, оказывается. Слушай, надо что-то с этим делать. Слушайте, что-то в церкви не то. Что-то с этими людьми не так. Да ты не должен этого видеть, если Бог открыл твои глаза. Ты должен видеть святого Бога и видеть свое несовершенство и позволять Богу работать с твоим внутренним человеком, возводя тебя в подобие Его, в совершенство Его. Поэтому я надеюсь, что это поможет вам определять, когда вы смотрите Божьим взглядом на вещи, а когда вы смотрите взглядом, который дьявол открыл нам. И я хочу из Священного Писания показать места, где Господь хочет открыть наши глаза. Сразу хочу сказать, здесь нет никаких приспособлений, никаких принципов, чтобы открыть свои глаза. Нет никаких, знаете, шагов. Сделай пять шагов к успеху или еще соверши вот такие действия и глаза твои откроются. Только Господь способен открыть глаза. Только Бог, больше никак. Никак по-другому. Ничего от тебя не зависит, кроме того, как ты можешь попросить у Бога. Бог, открой мои глаза, чтобы мне иметь правильное видение. И смотрите, первое, Бог хочет открыть наши глаза, чтобы мы увидели Его обеспечение. Мы не видим часто Его обеспечение. Оно всегда есть, но мы Его не видим. И хорошо это иллюстрирует история Сагарь. Помните эту историю, которая началась с Авраамом? Бог Аврааму пообещал ребенка, сына, наследника. И вот идет время, а наследника нет. И как всегда, когда мы долго ожидаем и имеем обещание от Бога, мы хотим помочь Богу. Знаете, это наша особенность. Надо помочь Богу, ускорить как-то процесс. Не для себя, чтобы Бог не оконфузился. Ты же уже всем рассказал, что Бог тебе пообещал, а все смотрят на тебя. Время идет, а ничего не происходит. И как обычно, как всегда, у жены созрел план. Слава Богу, за жену у них всегда план есть. Запасной. И она приходит, как бы ничего не изменилось с Эдемского сада, да? Там сидит Адам с Евой, они ходят, воркуют, возделывают сад, общаются с Господом. И вдруг у жены созрел план, как быстро возрасти в образ и подобие Божьего. Есть там плод, надо его вкусить. И интересно, это история, если вы будете изучать историю в Эдеме, там сказано в разных переводах, это не было так. Мы думаем, что Ева где-то там заблудилась в саду, когда Адам футбол смотрел. Плодов наелась, и потом пришла, принесла Адаму, и ничего не сказала. Говорит, на, груши вкусные, очень классные, он там вкусил, сказал, вау, что ты сделал. Так мы иногда представляем картину. Но на самом деле, изучая переводы, сказано, что тот момент, когда она вкушала плода, мужчина был с ней. Я вот думал, все, почему же он ее не остановил? Наверное, он уже нажился семейной жизнью. Он же знал, что как только вкусишь, умрешь. Бог ему сказал, как только вкусишь, сразу смертью умрешь. И он, наверное, стоял и думал, давай. Ну, давай, вкушай. Потом раз не умерла. Слушай, ну, и я тогда съем. Нормально проверил, да? Проверил Бога. Почему съел-то? Сказал, ну, Бог обманщик. Если бы так умерла, сейчас бы уже другую жену искали мне. Смотрите, все повторяется в истории. С Авраамом то же самое. Имеет обещание от Бога, что будет сын. Вдруг у жены созревает план, как Богу помочь. Слушай, у меня есть Агарь. Давай, войди к ней. А, да, Авраам и не против. Слушай, ну, что не войти-то? Конечно, войду. Почему не сказал? Послушай, Сара, я только тебя люблю. Ты чего выдумала? Бог нам сказал, что будет сын, давай будем ждать. Нет, он сказал, давай веди. Слушай, какой у тебя классный план войти к твоей служанке. Она красивая? Ну, да, классная. Давай, конечно, войду. Веди. Он входит к ней, рождается Измаил. А посмотрите, мы никогда не думали, Агарь тут вообще при чем? Агарь, она просто рабыня. У нее нет своего мнения, у нее нет своей жизни, что ей скажут, то она делает. Она, может быть, и мечтать никогда не мечтала о том, что когда-то выйдет замуж. Ей это было не суждено. Ей было суждено быть служанкой. Может быть, по милости господина, ей разрешат выйти замуж, и она вдруг родит детей, чедородием будет спасаться, и у нее будет наследник, или наследница, и будут дети. Это дар с небеса от Бога. Это такое классное благословение Божие, о котором мечтает всякая нормальная женщина. Правильно или нет? Правильно. А у нее этого не было бы никогда. Она служанка. И тут вдруг она рождает ребенка и растит его. Для нее это счастье. И тут у Сары приходит прозрение, что план был несовершенен. Знаете, вот не проблема, когда план несовершенен, проблема, когда мы начинаем его исправлять. Вместо того, чтобы покаяться, мы начинаем исправлять. И она решила прогнать. И вот я что вам хочу сказать, друзья, иногда не по своей вине мы оказываемся в пустыне. Вот Тагарина вообще не была виновата ни в чем. Но она со своим наследником оказалась в пустыне, с одним бурдюком воды, мехом воды. И вода закончилась, обеспечение самое ценное в пустыне, то, что дает тебе жизнь, вдруг закончилось, не стало воды в бурдюке. И знаете, что она делает? Она самое дорогое, вот это дитя. Это же дар с небес для нее. Это же то, что Бог ей подарил. Некоторые думают, что она на руках его несла. Но исследователи говорят, что дитя у было от 14 до 17 лет. Это мальчик был такой уже зрелый. Иногда вот такие мальчики зрелые в пустыне не могут себе воды найти. По идее, то он мамку должен был уже обеспечивать. А тут мамка его обеспечивала. И сказано, положила она его и отошла. Не знаю, как положила, с подсечки там или как, я даже не представляю, как это там было, какой он немощный был. Но сказано, что она ушла на расстояние выстрела из лука, села и стала взывать к Господу, потому что не хотела видеть, как ее дитя, как то, что дал ей Господь, умрю. Не хотела видеть, больно это видеть. И сказано, что Бог услышал и послал ангела. Ну вот что интересно, друзья, когда мы читаем эту историю, которая запечатлена в бытие 21 главы, в 15 стихе. Я, наверное, сегодня не успею всю проповедь рассказать, поэтому, наверное, мы ее разделим на две части. Это выйдет долго. Позволите так мне? На две части интригу такую сохраню. Я об Агаре расскажу, и мы закончим, потому что у нас сегодня принятие причастия. Но этого тоже будет много достаточно. И потом будете ждать. Я еще скажу некоторые принципы, когда Бог открывает нам глаза. И посмотрите, мы читаем в бытие. «И не стало воды в мехе». Это 21 глава, 15 стих. «И она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, и в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, «Не хочу видеть смерти отрока». «И она села против и подняла вопль, и плакала, и услышал Бог голос отрока. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, «Что с тобой, Агарь? Не бойся». Послушайте, ну, логически бы Бог должен быть услышать голос матери. Она же взывала, она вопила, про отрока ничего не сказано. Отрок 14 лет нам пить так хотел, что заорал, что Бог даже услышал его. И сказано, «Услышал голос отрока Бога и послал ангела». И ангел приходит и говорит такой вопрос, это «Что с тобой, Агарь?» Как будто Бог не знает, что с тобой. Знаете, иногда Бог приходит вот в явную ситуацию и хочет встряхнуть тебя. Ты почему в таком состоянии? Что случилось? Вода закончилась в мехе, Господь. В мехе вода закончилась. А он услышал голос отрока, которого она оставила. И знаете, что я увидел? Что иногда, когда мы попадаем в пустыню, и из-за того, что у нас прекращается обеспечение, мы оставляем самые ценные, самые драгоценные, то, что дал нам Господь. Мы оставляем наши дары, мы оставляем наше призвание, мы оставляем то, что дал нам Господь, наше самое сокровенное, самое лучшее, пришедшее от Господа, лишь только потому, что у нас закончилось обеспечение. Мы это все оставляем и уходим. Но вот что я хочу тебе сказать. Твое призвание, которое ты, может быть, оставил из-за отсутствия обеспечения, твое благословение, которое, может быть, ты оставил из-за отсутствия обеспечения сегодня, само по себе взывает к Господу. И Бог услышит это. И Он благословит тебя. И Он придет и скажет, возьми это в руку свою, как Он сказал Агарь, возьми за руку. Что Он сказал? Я произведу народы от этого сына твоего, Измаил. И так и произошло. Бог благословит тебя, даже если ты оставил. Но самое главное, что Бог открыл ее глаза, здесь написано, и она увидела колодец. Послушайте вот теперь внимательно. Там не сказано, что Бог создал колодец. Колодец был всегда. Сказано, что ее глаза были закрыты, и она не видела этот колодец. У нее закончилась вода в бурдюке. В ее бурдюке, но рядом стоял источник неиссякаемый, который был полной воды. Просто вот эта проблема личная не дала ей способность увидеть эту воду, увидеть этот колодец. Сегодня рядом с нами есть неиссякаемый источник, имя которому Иисус Христос. И вода, и обеспечение не заканчиваются в нем никогда. Не важно, что в твоем бурдюке закончилась вода. Подойди к колодцу сегодня и начерпай воды, сколько тебе нужно, потому что этот колодец, он неиссякаем. Аллилуйя! Воздайте Богу хвалу, он достоин. Просто фокус наш сбивается, просто глажь нас замыливается, и мы сосредоточены на себе. Мы оставили даже драгоценное, ценное, то, что дано нам Богом. И пошли, и стали взывать Господу. А Бог говорит, что с тобой случилось? Что с тобой сегодня случилось? Что с тобой случилось? Не происходит течение времени так, как ты хочешь? Не происходят обстоятельства, которые ты запланировал себе, и во время, в которое ты установил себе? Да, Господь, в моем бурдюке нет воды, в моем мехе она закончилась. Послушай, она никогда не заканчивается у Иисуса. В то время, пока, может быть, ты не видишь, как все устрояется, Бог устрояет все, поверь мне. Дождись, дождись, как ждал Авраам 25 лет. Но Бог дал, дал ему его ребенка. Интересная эта история, ее можно изучать и изучать. Меня поражает, когда я все время задавал вопрос себе, почему Бог пришел за год до рождения, когда мысль, Авраам находился в таком состоянии, в унынии, может быть, в депрессии. Ребенка-то нет, уже 24 года прошло, или 23. Давайте мы попрощаемся с нашими зрителями, скажем им до свидания. Спасибо, смотрите нас. И Бог...